Деликатесы, фирменные конфеты, консервы, народные костюмы и даже танцы с бубнами. На церемонии открытия выставки улицы Дальнего Востока гостям Восточного экономического форума каждый округ Дальневосточного региона представил свою фишку. Презентация – целый мини-спектакль. В церемонии открытия выставки принимали участие все первые лица Дальневосточного федерального округа. Полномочный представитель президента Юрий Трутнев, губернатори регионов, мэры крупных городов, в том числе и исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов. Третий раз мы проводим здесь в Приморье форум, третий раз открываем улицу Дальнего Востока. Зачем мы ее придумали? Мы придумали ее потому, что Дальний Восток большой, 6 миллионов квадратных километров, 9 субъектов Российской Федерации. Но мы хотим показать традиции, культуру каждого. Мы хотим показать, что в каждом субъекте Российской Федерации Дальнего Востока живут добрые, талантливые, трудолюбивые люди. Как уличные зазывалы, участники выставки наперебой расхваливают свою продукцию перед высокопоставленными гостями. Приморский край на улицах Дальнего Востока представлен цветком лотоса. В павильоне можно попробовать напитки из лимонника, люритиракока, киш-мешаши, помника, шоколад с морской солью и водорослями. И знаменитые на весь мир птичье молоко в агар-агаре – продовольственные символы Приморья. Гости форума охотно разбирают в качестве сувениров. Всего два существуют на территории страны экономических форума президентского уровня. Это Санкт-Петербургский и наш форум. Совершенно не случайно выбран Владивосток. И предназначение этого форума – то, что мы являемся площадкой для диалога России со всей Юго-Восточной Азией. И не только. Потому что здесь огромное количество иностранных делегаций. Улицы Дальнего Востока – интерактивная выставка. Здесь можно не только познакомиться с колоритом и особенностями нашего региона, но и принять участие в различных конкурсах и спортивных мероприятиях. Посмотреть представления творческих коллективов. С 5 по 8 сентября на улицах Дальнего Востока побывают только участники Восточного экономического форума. А вот 9 и 10 сентября ее смогут посетить все желающие – жители и гости Владивостока. Анастасия Крикон, Светлана Садовая, Новости на Восьмом.